Ну, а чего ты думаешь, что это у тебя атомические атаки? Я сначала не поняла, что это такое, потому что у меня такого, ну, по сути, не было. У меня началось состояние, короче, когда воздушные тревоги пишут, что типа ракеты летят, всё. Сначала я начинаю очень сильно переживать, и знаешь, у меня начинается такое, как типа сердце вылетает, и у меня не понятие вообще, а что делать, а куда бежать, а что вообще, а я выживу или нет. И если вдруг уже всё, типа там ракеты в Киеве, и я слышу сбитие, у меня начинается, я сижу, ну, там, если мы с ним дома находимся, я сижу в ванной, и у меня начинается такое. Как будто воздуха не хватает, да? И я начинаю тупо задыхаться, Денис мне приносит воду, давай меня успокаивать. И я каждый раз такая, типа, блядь, я не понимаю, говорю, что происходит. И Денис мне говорит, мне кажется, это панические атаки. Я давай интересоваться у людей, у которых панические атаки были, есть, и они с этим борются. И они мне говорят, да, это панические атаки. Я такая, блядь. Прикол. Просто у меня паническая атака была раз в жизни, когда в Египте с рыбками плавала. У меня началась паническая атака, я не знала, что я так сильно боюсь в глубины. Вот, потому что я прям в море. Слава богу, я была в жилете. Я прям в море сорвала вот так себе маску, начала задыхаться. И Денис меня вытаскивал на берег, потому что я, ну, типа, я не понимала, я была тупо не в себе. Я потом успокоилась, он у меня такой спрашивает, типа, а что это было? Я говорю, я не знаю. Ну, понятно. Он со мной такое впервые. Я до этого никогда с таким не сталкивалась. И реально, когда ты переживаешь паническую атаку там впервые, ты не можешь осознать, как бы, что это, и откуда оно вообще, как это произошло. Я же говорю, я сразу не поняла, что это такое, потому что, типа, ну, блин. Вроде не было. Да, я вроде нормальный человек, все, окей, типа, что у меня такая реакция, знаешь, ну, там, впечатлительная, может, из-за этого. Вот, ну, короче, да, панические атаки, это страшно на самом деле, когда, и поэтому, ну, нужно знать методики, как пытаться себя самого успокоить. Или очень хорошо, когда кто-то находится рядом, но, опять-таки, когда кто-то находится рядом, у тебя начинается привыкание, что тебя успокаивает, и ты не умеешь сам себя успокоить. Вот, у меня, конечно, хорошо, что Денис это понимает, и он не давит на меня еще больше, что, типа, там, ты истеричка и так далее, слава богу, такого нету. Потому что есть мужики, которые, ну, что ты истеришь это, нагнетаешь. Нет, он меня успокаивает, очень помогает, типа, знаешь, когда мы там сидим, у меня начинается паническая атака, я не такой, типа, так, смотри, вот перед нами тумбочка. Скажи мне, какого она цвета. А, типа, перевести твою, сосредоточить твое внимание на чем там? На другом, на другом, перевести мои мысли в другое русло. А скажи, типа, какая, типа, она там на ощупь? А какая текстура вот у этой курточки? Вот, и он начинает меня вот это отвлекать, и я такая, так, это то, это вот это вот. Потом он дает мне воду и говорит, все, а теперь спокойно сидим и думаем о том, что все нормально, сейчас эти ракеты собьют, типа, все будет хорошо. Ты знаешь, но мне становится легче, даже, слава богу, он помогает. Слушай, а может это у тебя, ты начала так штормить после того, как возле вас прилетело? Да, да, это после этого и началось. Когда ты прочувствовала вот этот вот удар, да? Денис мне об этом сказал, да, когда у меня под ногами, блядь, затряслось все. Денис говорит, ну, скорее всего, тебя вот так вот сильно впечатлило это, что ты начала воспринимать это более серьезное. Ну, как все говорят, типа, психологи, там, что это нормальная реакция, потому что, ну, и панические атаки на данный момент, это даже в какой-то степени хорошо, потому что у тебя инстинкт самосохранения, и ты переживаешь за свою жизнь, и это вполне адекватно. То есть в этом нет на данный момент ничего, знаешь, как многие считают это постыдным, что вот я не могу справиться со своими страхами, да потому что ты не знаешь, что будет, и это адекватно. Это не тот случай, да, что… На каком этаже? На третьем. Это, типа, не тот случай, что ты можешь предсказать, либо хотя бы как-то предугадать ситуацию, нет. Поэтому, типа, в таких случаях… Когда ты сидишь, ждешь, и ничего с этим сделать не можешь, да? Да, 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 панические атаки это в таких ситуациях, в принципе, нормальные, причем это серьезная ситуация. Это было бы вот ненормальным, если бы у меня панические атаки были на фоне каких-то мелочей. Вот это было бы жестко, но у меня, кроме как вот именно в плане ракет и тревог, у меня нет больше панических атак. Это единственный, скажем, ну, страх, который приводит меня вот в такой сильный ужас. Ну вот, ну слава богу, как-то пытаюсь с этим справляться. Что вы еще в таком районе живете? Да, на данный момент непонятно. Изначально был нормальный район, знаешь? Ну да. А потом, когда начали вот это вот… Это не район ненормальный, да? Это война, в принципе, ненормальная. Это, знаешь, каждый раз, когда у них появляются новые объекты, по которым они стреляют, каждый раз надо переезжать в другой район, потому что, так или иначе, в каком-то из районах что-то доесть, почему они будут целиться. Да. Как-то так, да. Ну, я себя успокаиваю еще мыслями о том, что когда, типа, там воздушные тревоги летят ракеты, я иду в ванную, прячусь в ванной. Под ванную лезешь? Нет, я, ну, сижу под ванной, но я, типа, понимаю, что если вдруг чего, я запрыгну в ванную, а ванная у нас чугунная. Угу. То есть ванную, чугунную ванную, ну, она не разобьется, как минимум, и придавить ее тоже… Ну, понятно. Не так легко. Да. Вот, потому что зачастую вот конкретно в ванных… Кто был в ванной, кто и стал в ванной. Да, да, да. Выживают. Вот, и чем-то оно похоже, знаешь, в плане мер безопасности на землетрясение. Угу. Когда землетрясение, тебе нужно найти место, которое, ну, типа, там, шкаф, например, да? Угу. Он не сложится прям, типа, сразу. Ну, понятно. Чтоб был упор какой-то. Да, 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 чтоб был упор, типа, чтоб тебя не задавило. Угу. Вот, поэтому, как-то так. Я тебя успокаиваю тем же так, свет. Ну, ты же умная, ты безопасное место-то нашла. Угу. 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 Ну, да. Ну, что еще остается? Только успокаивать себя. Ну, да. Ну, вот, например, вчера у Дениса в офисе мы тревогу переждали. Угу. Он меня разбудил с утра и говорит, тревога летят ракеты уже, типа, дохуя. Он говорит, едем в офис. Или ты одна дома останешься, я говорю. Угу. Едем в офис. И вот в офисе у него, ну, у них огромный подвал. Угу. В подвале есть кухня, еда, вода. И есть запасной выход. В подвале есть вытяжки. И я понимаю, что это очень безопасное место, что тут меня не завалит, не придавит. Единственное, что там, ну, может придется подождать, пока их под завалов будет еще, да. Угу. Фотографируется. Окс clicks. Угу. Доктора. А когда я нахожусь дома, хоть я и прячусь в ванну, и все такое, все равно, есть страх. Ну, это тоже психосоматика своего рода, потому что я накручиваю себя, типа, мыслями, так, а если меня подозят, а если меня найдут мертвую? А может фотки в инстаграме посистить? Вдруг мой профиль будут потом показывать, как умерший Знаешь, типа, ну, и ты накручиваешь себя, что пиздец А может пойти вообще переодеться? Надо же умирать красиво Так, а я вообще не накрашенная А с другой стороны, какая разница, накрашенная я или нет, если я буду в крови, например А если я не буду в крови? И знаешь, вот эти вот мысли, ты тупо сидишь и сам себя убиваешь И только когда я спокойная, я осознаю, что, блядь, Света, что у тебя за тупые мысли, ну ты ебанутая Но в момент, когда ты об этом думаешь, ты не осознаешь, что эти мысли максимально тупые